Впитывают солнечную энергию как губка, рассказывает доцент кафедры наноэлектроники Наталья Латухина, демонстрируя уникальную разработку университета. Под ее руководством группа ученых изобрела пористое покрытие для кремниевых солнечных батарей, которое при нагреве от солнечного света вдвое увеличивает количество отдаваемой энергии. Мы можем нанокристаллы делать вот таким способом. То есть получается, что эти стенки пор, которые я показывала в фото, они все покрыты этими маленькими кристалликами. То есть мы получаем большой массив этих кристаллов. И вот их роль, кажется, что их чисто внешне совершенно одинаковые, а ток дает в два раза больше. Весной опытные образцы разработчиков отправятся на испытания в открытый космос на борту космического аппарата АЭС-2. На спутник установят 13 новых солнечных батарей с пористыми слоями и нанокристаллами кремния. Для сравнения, на крыло спутника поместили и традиционную пластину. Обычные традиционные батареи, у них радиационная стойкость за 20 лет, они теряют параметры на 15%. Ну на 20%. То есть в год это 2%, даже меньше, 1% в год получается. А наши должны быть еще более стойкими. Сколько продлятся испытания, пока сказать сложно, но показания с пластин будут анализироваться постоянно. В идеале специалисты должны найти солнечную батарею, экономичную, эффективную и прочную. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.